Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к 12 главе книги «Исхода». Это одна из центральных по содержанию важнейших глав, которые в первую очередь именно выполняют поставленную авторами и составителями задачу обозначить, что такое народ Божий, что значит к нему принадлежать. И поэтому здесь рассказывается о событии, с которого, собственно, начинается Израиль как народ. Хотя при этом, конечно, и автор, и читатель держат в памяти тот факт, что вообще-то потомки Авраама, сыны Еверовы, рассказ о них есть в предыдущей книге, книге Бытия. Однако это как будто бы уже народ Божий, но в то же время и не совсем, или не тот, не полностью, а по-настоящему тот народ Божий, который является читателем этой книги, который является адресатом. Заметим еще тоже, что Тора ведь как собрание закона и как конституирующий нарратив Израиля формируется после плена и провозглашается законом Иудеи, как сатрапии персидской. Вот кто такие и что за события, откуда есть пошла русская земля, как наши предки выражались. Вот это у них такое, вот откуда есть пошла израильская земля или иудийская. В 12 главе как раз вот этот рассказ о центральном событии и содержится. Ну, из общекультурологических соображений, скажем так, надо заметить, что в мифах каких-нибудь или легендах других разных народов, как высоко развитых и продвинутых, так и более примитивных, В общем, можно наблюдать аналогичные рассказы события, которое положило начало существование данного этноса в той или иной форме. Действительно, это не вполне, так сказать, уникальное явление. Ну и, кроме того, скорее всего, для нас очень полезно, не обязательно важно, но полезно понимать, что и в самом деле этнический состав участников исхода был довольно пестрым. Там были отнюдь не только потомки Израиля, но, скорее всего, и представители многих других семитских народов, которые небольшими группами существовали в этом регионе, и часть из которых тоже оказалась рабами в Египте. И уж для них-то, конечно, исход действительно кладет начало их существованию как членов народа Божьего. Итак, вот смотрите, как о последней египетской казни и, собственно, об исходе повествует 12 глава. Здесь речь идет об том событии, которое станет главным центральным праздником для народа Божьего. И рассказчик говорит о том, что этот праздник устанавливается на все времена. Историки говорят, что для израильтян времен между Соломоном и Иосией, ну, там достаточно продолжительное время, праздник этот мог постепенно утрачивать свое значение. Может быть, однако для иудеев послепленных вот это установление, все, что здесь рассказывается, сформулировано так, чтобы память об этом празднике, об этом событии передавалась из поколения в поколение максимально надежно. «Господь говорит Моисею и Аарону, месяц сей да будет у вас началом месяцев, и в десятый день этого месяца пусть возьмет себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». Речь идет о том, что на Пасху нужно приносить агнцу в жертву, заколать его, и дальше надо будет помазать двери, вернее, косяки дверные жилища израильтян кровью этого жертвенного агнца. Опять-таки говорят разное, что это был некоторый религиозный акт, известный как египтянам, так и адептам каких-нибудь еще семитских ближневосточных культов. Все может быть. Еще некоторые говорят, что агнец был для египтян священным животным. Ну, тут трудно сказать, потому что для них священным животным было особенно все, начиная от скоробей и кончая крокодилом. Важно, что сам по себе акт достаточно прозрачный. Кровью агнца помазуется вход в жилище, где обитают люди и опять-таки скот. Так или иначе, действительно, как правило, люди стараются держать свой скот при себе, и поэтому вот это действие символическое, оно относится и к людям, находящимся в жилище, и к скоту, которые тут же где-то, может быть, находятся рядом. Это, в конце концов, еще раз повторю, довольно очевидно. Ну, в наше уже, наверное, нет, но еще не так давно подобного рода маркировка, внешняя маркировка принадлежности к той или иной группе была вещью достаточно обычной и распространенной. Сюда, кстати, относятся разнообразные формы национальной одежды, желтая звезда, которую обязаны были носить евреи в гитлеровской Германии и так далее. Самые разные внешние знаки, которые должны обозначить для тех или иных людей принадлежность данного человека или людей, живущих в данном месте, к той или иной группе. Повторяю, в литературе нового времени мы такие примеры при желании можем найти. Важно, что здесь вот это предлагается сделать израильтянам как знак того, что они согласились вслед за Моисеем выйти из Израиля, и, простите, из Египта, и прибегли к защите Божьей. В этой ситуации, когда в Египте стремительно распространяется эпидемия, об этом здесь речи нет, об этом была речь в предыдущей главе, и младенцы и первенцы гибнут, что вы можете сделать? Вы можете либо подхватиться и куда-то бежать, из Египта бежать-то особо и некуда, по большому счету, потому что вокруг Нильской долины что с той, что с другой стороны пустыня, а подниматься вверх через Нильские пороги куда-то в заснеженные вершины Нубии, это тоже достаточно тяжелая вещь. И к тому же нужно иметь свободу передвижения, которую в Египте обладают не просто не все, а почти никто. Другой вариант – выходить вместе с Израилем, вместе с Моисеем. надо для этого, для себя, для Бога, для ангела-губителя, который проходит по Египту, обозначить принадлежность к тем, кто будет выходить. И, собственно говоря, вот в предыдущей главе говорилось о том, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. А вот оно здесь, это различие открывается, становится понятно. Те, кто остаются, не хотят выходить, живут по египетским правилам, как египтяне, считаются египтянами. Израильтянами будут считаться те, кто принесет жертву этого пасхального агнца, совершит пасхальную трапезу, помажет свои косяки кровью этого агнца и выйдет из Египта вслед за Моисеем. Таким образом, развлечение происходит не по формальным признакам принадлежности к той или иной этнической или какой-нибудь еще категории. Развлечение происходит по тому, что люди выбирают. Другое дело, что на самом деле, конечно, в рассказах исхода не очень понятно, выбирают люди, опять-таки, исходя из самосознания, как израильтян, или по каким-то другим причинам. Уж во всяком случае, вряд ли по причине такого уж глубокого доверия Богу. Потому что дальше мы увидим, как они ропчут и ропчут и ропчут. Еще один момент, на который стоит обратить внимание в этом рассказе, это то, что пасха еврейская принципиально является семейным праздником, который совершается внутри одной семьи. И этот агнец, которого они берут, должен там до 14 дня месяца храниться в этом семействе, ну, то есть, жить. Он вот он существует, но он предназначен Богу. Он принадлежит Богу. И уже люди, назвавшие его будущим пасхальным агнецем, не властны над ним, над его жизнью и смертью. Собственно, это и называется словом кадош, святой, святыня. Да, конечно, ягненок должен быть без порока, но, тем не менее, главный признак его святости это то, что он принадлежит Богу. И вот рассказ книги исхода предполагает нам увидеть, что семейство, в котором есть родители, дети, может быть старики, может быть внуки, несколько поколений, в это должно использовать одного единственного агнца, общего, на всех, которые приносятся затем в жертву. Пусть заколит его все собрание общества израильского вечером 14 дня. В этом рассказе нету Иерусалимского храма и нету Иерусалима. Он не является столицей Давидова царства, потому что нету Давидова царства, ничего еще нету. Каждый так или иначе приносит эту жертву. Все общество Израилева не означает, что все собираются немыслимой толпой и все это делают одновременно. Нет, каждый член общества Израиля в своей семейной группе приносит от вагнца и помазывает его кровью косяки своих дверей. Здесь в общем религиозный аспект сведен к минимуму. Централизация культа еще не просматривается, намека на нее еще нету. Ну и кроме того, вот это повеление, если семейство такое маленькое, что не съест агнца, то пусть скооперируется с соседями. Это не грандиозное событие, в котором участвуют все, а это достаточно малое семейное событие, в котором участвует каждый. Объединяющим является то, что и одни, и другие, и третьи, и так далее вот участвуют в этом жертвоприношении, делают его тоже. И далее говорится также о том, что мясо должно быть съедено в эту ночь испеченное на огне с пресным хлебом горькими травами. Причем, заметьте, еще не дается объяснение, почему пресный хлеб, ну и тем более, почему горькие травы. Впоследствии такого рода объяснения оказались нужными и были даны, ну, про пресный хлеб прямо-таки буквально на следующей странице, ну, а про горькие травы несколько исторически позже. Тем не менее, вот существуют некие обычаи, которые уже являются устоявшимися к моменту записи этого рассказа, к моменту компиляции этих рассказов боговдохновенными редакторами в конце эпохи плена или в раннюю послепленную эпоху. И здесь они приводятся как заповеданные непосредственно богом еще до выхода народа божьего из Египта. В общем, тот же самый прием по факту происшедшее или по факту сложившееся приписывается по велению бога для того, чтобы сделать авторитет традиции непререкаемым, для того, чтобы не возникало ни вопросов, ни соблазна задуматься о смысле и цели и о том, что это делает для нас. И еще тоже важно, что в этом рассказе как таковом диалог израильтян с богом при совершении Пасхи не обсуждается. Конечно, как бы ни было нам трудно реконструировать допленную Пасху, как ее праздновали, то, что у нас есть информацию о древних иудейских обычаях, едва ли берет начало раньше, ну, может быть, Маковейской эпохи, но немного раньше. О допленных обычаях мы в основном можем видеть именно здесь, в том тексте, который их фиксирует. вот в этом рассказе не говорится о молитве, которая сопровождает празднование Пасхи. В более поздних источниках, а более поздней традиции мы понимаем, что на самом деле именно благодарность Богу и составляет центральную часть празднования Пасхи. теперь дальше. Господь, ну, как устроен этот рассказ, все время приходится оговариваться. Авторы рассказа сообщают о устойчивой традиции, сформировавшейся к концу пленной эпохи, к начала эпохи второго храма. Компиляторы вносят это в свое собрание, текстов, как свершившийся факт, который идет от Бога через Моисея, от исхода. Вот, как бы, исторически все развивалось гораздо сложнее. Совершенно не ставится здесь задача рассказать, как эволюционировало пасхальное празднество, начиная от Моисея. Нет. Есть зафиксированная послепленная форма, которая приписывается Богу, продиктовавшему ее Моисею. И так вот, поэтому ешьте испеченное на огне, не оставляйте от него до утра, и кости его не сокрушайте. Уже евангелисты, говоря о распятом Господе Иисусе Христе, как об Агнце Заклонном, вспоминают это слово, кость его до не сокрушится. С одной стороны, для христиан вполне очевидное сопоставление, с другой стороны, устав Пасхи, который мы видим в 12 главе, на самом деле подразумевает в словах кости его да не сокрушится, не ешьте костного мозга. Вот, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. И еще автор говорит о том, что вот есть этого Агнца необходимо готовыми к выходу, обутыми, одетыми, припоясанными, то есть одежды, которые так могут как-то развиваться, должны быть подобраны и подвязаны, чтобы можно было буквально в ту же минуту повернуться, выйти в дверь и уйти. Ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. А я в эту ночь, говорит Господь, пройду по земле египетской, поражу первенца и будет кровь знаменем на домах и увижу кровь и пройду мимо вас. Логика рассказа заключается в том, что наступает вечер 14-го дня первого месяца и Бог проходит по этой стране. И соответственно те дома, которые обозначены кровью агнца, будут защищены, бедствие не войдет в них. Те дома, которые не обозначены кровью агнца, в них действует, происходит вот это бедствие безликое и беспощадное и слепое. Вот. Как правило, все же в более поздних рассказах люди предпочитают говорить об ангеле-губителе, о вестнике Господнем, который проходит, потому что выражение «Господь пройдет» среди Египта кажется людям смутительным. Хотя на самом деле, да, вот присутствие Бога, прохождение Бога через мир, через в данном случае землю египетскую, несет бедствие тем, кто не полагается на Бога, не обозначает себя, как его рабы, и наоборот дает некоторую надежду тем, кто обозначает себя, как рабы Господни. Ну и прежде, чем двинуться дальше, ко второй части этой главы тоже нельзя не заметить того, насколько глубоко этот рассказ, вот именно эти тексты со второго по тринадцатой стихи легли в основу раннехристианских, по крайней мере, раннехристианских толкований евангельских событий, где о Господе Иисусе говорят, как об агнце Божьем, который заклан и кровью которого от неминуемой гибели слепой, слепой неминуемой смерти защищаются ученики Иисуса Христа. Для христиан первых поколений сопоставление вот этого пасхального рассказа и того, что произошло на кресте, когда Иисус сам стал таким пасхальным агнцем и кровью его мы, как выражаются новозаветные авторы, оправданы в русском, по крайней мере, переводе, вот это сопоставление не может не бросаться в глаза. Заметьте, что как в новозаветных текстах, так и здесь смысл того, что в новом завете называют оправданием, а здесь защитой, более или менее одинаковый. Дело в том, что перед лицом неминуемой гибели спасается, избавляется от этой гибели тот, кто полагается на Бога, тот, кто делает то, что Бог повелел и, соответственно, кто защищается кровью агнца. Принадлежность к этому избранному народу именно этой кровью агнца обозначается. Теперь здесь снова повторяются более подробно слова о поражении первенцев, а дальше с 14 стиха начинается один из первых древних тип иконов. Начинается разговор о уставе Пасхи, о том, что празднование должно совершаться определенным образом. Вероятно, и даже можно с уверенностью сказать, наверняка далеко не все обычаи разной степени древности вошли в этот рассказ. Однако составители считают нужным поставить в этом месте свидетельство о том, что Пасха должна праздноваться определенным образом. Так, чтобы не было такого большого разнообразия, как это было в допленную эпоху. Да будет вам сей день памятен, празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. В первую очередь до тех пор, пока существует народ Божий как народ Божий, до тех пор, пока существует завет Бога с народом, продолжается это празднование. И если оно не продолжается, значит, завета больше нет, значит, кто-то из его участников прекратил существовать. понятно, что речь не может идти о Боге. До тех пор, пока существует Израиль, продолжается празднование Пасхи. И наоборот, до тех пор, пока продолжается празднование Пасхи, есть Израиль. Господь говорит, семь дней ешьте пресный хлеб, уничтожьте все квасное в домах ваших. Ну, мы чуть дальше увидим, почему хлеб пресный. Рассказчик здесь говорит о том, что когда израильтяне не просто вышли, а были изгнаны из Египта после смерти первенцев, весь народ во главе с фараоном постарались их поскорее вытолкать. Да, вот они просто не успели сделать тесто и испечь квасной хлеб дрожжевой. А вынуждены были взять невскизшее тесто, собственно, замешанное на воде муку, и выпекать потом лепешки уже в тот момент, когда они понадобятся. Такое вот очень простое объяснение, но приводимый здесь с 14 стиха и дальше устав празднования Пасхи, то есть установление о том, как это надо делать. Вот предлагают каждому поколению, каждый год, когда это событие празднуется, вспоминается, а это еще раз заметим возобновление свидетельства о существовании Завета и существовании народа Божьего. вот есть в течение недели есть пресные лепешки мацун, собственно, и не есть квасного хлеба. Погучительная особенность психологии, религиозной психологии части Ветхого Завета, не всей части Ветхого Завета, части традиции, мы видим, наблюдая, как век за веком, поколение за поколением, нарастают строгости требования удалить все остатки хамеца, все остатки квасного хлеба из дома. Поначалу просто, ну, надо было доесть дрожжевой хлеб до начала празднования Пасхи. Потом решили, что нужно все убрать, вынести из дома. Потом, соответственно, не просто подмести, чтобы не равен час, между половицами какая-то микроскопическая крошка, но все, в том числе плотяные шкафы, в которых вы никогда в жизни хлеб не держали, а если держали, то сейчас ели мыши. И даже внутренность пианино все нужно перышком там вымести и так далее. Если поначалу говорили, что кусок квасного хлеба размером с оливку и больше, надо съесть или как-то иначе убрать меньше не обязательно, то потом вот просто генеральная уборка. А если что-то есть, в том числе и какие-нибудь продукты из хлеба типа горячительных напитков, то их надо на время празднования Пасхи собрать в отдельную коробку и продать нееврею за символическую цену, а потом за ту же символическую цену выкупить его обратно. Никто не задается вопросом, что нужно Богу, чтобы мы из года и в год помнили о том, что мы существуем только благодаря его спасительному действию, и благодарили, и соотносили свою жизнь с этим фактом или вот эти вот мелкие обрядовые подробности. Что будет? Обратит ли внимание Бог на то, что где-то у тебя в шкафу из кармана школьного школьных брюк от засохшего бутерброда вот так усенькая крошечка упала? Вызовет ли это впрямь гнев Божий и обратит ли это на себя его внимание? То, что Бог знает все, это не обсуждает, само собой разумеется. Да, хочется обозначить перед Богом, что ты все сделал максимально ревностно, что есть сил. и соответственно все в этом смысле исполнено. Но что надо Богу, то, что происходит в нашем сердце, в нашей голове, или эти внешние формальные подробности, это вопрос, который не просто не обсуждается, а даже не задается. и чтобы не ходить далеко, надо, конечно, понимать, что мы православные, думаю, что другие христиане тоже, но это не наша тема, мы очень давно впали во все тот же религиозный формализм. Когда мы что-то делаем, установленное Богом через наших предшественников в вере, мы как огня боимся вопроса смысла того, зачем мы это делаем, и надо ли это делать с таким фанатизмом. Ну, вот, очень получительно. Текст, на который мы с вами сейчас смотрим, он все-таки говорит о том, что нужно тщательно избегать квасного хлеба и есть пресный, для того, чтобы не забыть, что произошло. Для того, чтобы не забыть, что Бог рукой укрепкой мышцы и простертой вывел вот не кого-то вообще, а непосредственно твоих предков из Египта, из дома рабства. И если бы не это спасительное действие Божье, нас бы всех здесь не было. И кроме этого, говорится, да будет в первый день праздника, да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание. Кахал. Вообще говоря, в подобном контексте перевод семидесяти толковников переводит здесь это дело не словом синагоги, а словом экклесина. Здесь речь идет именно о собрании, как о событии. это тоже совершенно посторонний разговор, но тем не менее не бесполезный. И говорится о том, что никакой работы не должно делать в них, только что есть, каждому одно то можно делать вам. посмотрите, какая древняя форма осмысления правила. Есть правило в эти дни, там, это может быть суббота, это вот празднование Пасхи, семь дней, первый и последний день священного собрания, в промежутке священной будни, не занимайся своими делами. Да, это время радоваться о Боге, праздновать, вспоминать, думать, в конце концов, благодарить за жизнь, которую всем нам он даровал, выведя наших предков из земли египетской. Ну, подразумевается, что ходить на работу не надо, но там совершенно не предполагается, что нужно Аки-Бодхисаттвы сидеть на диване, сложа руку, руки на животе и вообще ничего не делать, что нельзя там выключатель повернуть, чтобы свет включить вечером. Здесь говорится, ну, не делайте ничего, кроме того, что готовить-то надо. Это же эпоха, когда нет холодильников и невозможно наготовить на неделю. Это и сейчас достаточно сложно, не всякий холодильник вместит еду на всю семью на неделю. Вот, поэтому здесь с большой трезвостью говорится, ну, то, что надо делать, есть, готовить, ну, надо делать. Впоследствии мы увидим, что в Евангелии Господь напоминает фарисеям, а еще целом ряде исключений из этого правила, там, в частности, когда вол упадет в яму или осла нужно отвезти поить. Вот, итак, здесь устанавливая эти правила о том, что мы никакой работы не должны делать в них, очень все тоже трезво делается, трезво говорится автором этого рассказа. Самое же главное, наблюдайте опресники, то есть, сохраняйте, продолжайте праздновать этот праздник, наблюдайте действий поколения ваши, роды ваши в нашем синодальном переводе, ешьте пресный хлеб, вот, в память о том, что я выявил ополчение ваше из земли египетской снова и снова на протяжении нескольких стихов по большому счету повторяется одно и то же, но в предположении, что риторически это окажется более убедительным. Главное, вот, воспроизводить, повторять празднование, некоторое ритуальное событие, которое напоминает об исходе. Повторяемость создает институты, те, кто участвует в этом, те являются участниками завета. И вот Моисей собирает старейшин сынов Израилевых и дает им инструкции, выберите и возьмите себе агнца, закалите Пасху, здесь уже агнца называется Пасхой, возьмите пучок травы и обмакните в кровь, помажьте перекладину и сидите дома, никто не выходить за двери дома своего до утра и храните сие как закон для себя и для сынов своих во веки. Вот продолжайте помнить об этом и после того, как Господь пройдет паразит первенцев. Смотрите, в 25 стихе и дальше автор влагает в уста Моисея, вот какие слова, когда войдете в землю, которую Господь даст вам, соблюдайте это служение и когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите им, это пасхальная жертва Господу, который прошел и так далее. Стало быть, одно из ключевых установлений Пасхи в том, что она становится механизмом передачи культурного наследования, передачи из поколения в поколение, потому что устанавливается обычай именно при праздновании Пасхи вспоминать и рассказывать об этом событии. Младший спрашивает у старшего в семье, а почему мы делаем это так? И следует рассказ о том, что Господь вывел нас гибель первенцев, кровь агнца на косяках, пресный хлеб, объяснение того, почему именно так совершается празднование Пасхи. С одной стороны, возврат к праздновому событию, как к установлению народа, а с другой стороны, очень надежный способ передать эту традицию дальше. Потому что, поучаствовав в этом некоторое время, несколько лет подряд, начиная с, ну, хотя бы маломальски осознаваемого возраста, дети включаются в нее, конечно же, довольно надежно. И вот все это Моисей и Аарон пересказывают эти повеления сынам Израилевым, и они все это делают. И, наконец, дальше, в третьей части главы, она довольно пространная, говорится о том, что в полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской и сделался великий вопль по всей земле. Ну, конечно, великий вопль, ведь это такая ужасная трагедия, младенцы, которые ни в чем не виноваты, кроме того, что им не повезло родиться в египетских семьях, в семьях тех людей, которые не слышали Моисея, а если и слышали, то не захотели услышать. И вот в результате этого великого вопля фараон среди ночи призывает Моисея и Аарона и приказывает им выйти из Египта. Толкователи нового времени склонны, в общем, думать и говорить, что может быть не такой одномоментной была эта казнь. Не так уж прямо в одну ночь погибли все первенцы, а в какое-нибудь там короткое, но все же более продолжительное время, там несколько дней или сколько. Но согласитесь, что суть дела от этого совершенно не меняется. А важно для читателя, что все происходит так, как Господь и говорил. Бедствие приходит, первенцы израильтян не гибнут, и фараон изгоняет буквально сынов Израилевых из среды народа своего. «Пойдите и совершите служение Господу вашему, пойдите и благословите меня». Возможно, что эта деталь, которая для автора, для людей, записывавших рассказ, была важна уже для составителя не очень. То, что фараон просит благословения, то, что фараон просит Моисея и Аарона о том, чтобы гнев Божий на фараона и египтян прекратился. Потом мы увидим фараона снова во всей красе. но здесь тем не менее вот так. И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, потому что говорили, иначе мы все помрем. И здесь снова говорится о том, что давали, что изгельтяне просили у египтян серебряных и золотых вещей, одежду им дали, только уйдите скорее. Вот все, что хочешь забери, только уходи. Вот как и упоминалось об этом в предыдущей главе. Но здесь идея приписывается Моисею, а не Богу. Сделали сына Итралию по слову Моисея. Все-таки автор этого рассказа более чувствителен к нравственным вопросам вероятно, и поэтому он не дерзает написать, что это Бог подговорил Моисея совершить это ограбление. Кроме того, здесь также говорится о том, что они понесли тесто, прежде чем оно вскисло, прежде чем оно поднялось. Поэтому пришлось нести пресное тесто. и отправили сына Израилева до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. Женщины, по-ведьмому, вообще в подсчет не вошли. Трудно сказать. Речь скорее о 600 тысячах взрослых мужчин. Ну и, как вы понимаете, тоже исследователи и толкователи сбиваются с ног в спорах друг с другом, насколько реалистична эта цифра. Одни говорят, да, 600 тысяч взрослых мужчин, ну, соответственно, как вы понимаете, это подразумевает общее число не меньше полутора миллионов человек. Другие думают, что это нереалистичная оценка и трудно представить себе шествующих извилистыми путями по пустыне полтора миллиона человек. И думают, что эта цифра могла быть сильно преувеличена либо авторами, либо уже боговодохновенными редакторами после пленной эпохи, что тоже возможно, хотя непонятно, откуда взяли эту цифру, может быть, просто с потолка. Вероятно, все-таки действительно 600 тысяч взрослых мужчин это трудно представимая картина. А вот насколько эта цифра отличается от реальности в разы или на порядок, я бы предпочел здесь не присоединяться к ни к одному мнению исследователей, вероятно, количество измерялось десятками тысяч, ну и маловероятно, чтобы сотнями тысяч, хотя иногда довольно согласно говорят о двухстах, трехстах тысячах. Гораздо важнее, что для исследователей, в первую очередь, современных почти очевидно, хотя и не так легко доказуемо, что это была этнически разношерстная толпа людей, что кроме потомков Авраама, в нее входили представители других семитских племен, как синайских, так и аравийских, которые все, конечно же, были родственны друг другу в той или иной степени, хотя наш с вами опыт показывает, что родственность племен, к сожалению, не предотвращает их вражды и даже трагической вражды. здесь мы видим много групп, которые в результате исхода оказываются объединены празднованием Пасхи, исходом и избавлением, и с этого момента начинают соединяться, сплачиваться в некоторый единый народ. Опять-таки обычные исследователи говорят, что представление о сынах Израиля, о 12 коленах Израиля, представление, которое формировалось после исхода, после исхода этой многочисленной и разноэтничной толпы, вот сформировалась как память о том, что поначалу было сколько-то племен, отличавшихся какими-то своими особенностями, в том числе культурными, это представление дожило до эпохи плена и было потом опрокинуто в доисходную древность, то есть предполагают все-таки некоторую разность колен Израилевых между между собой этническую, генетическую, скажем, и таким образом предание об Израиле и 12 коленах некоторым таким гетерохронизмом. в известном смысле довольно очевидная вещь, потому что в человеческом обществе, как и во всей живой природе, существует такая вещь, как проклятие близкородственного скрещивания, инбридинг, оно ведет к вырождению в течение двух-трех поколений, и будь в самом деле эти 600 тысяч человек потомками одного Израиля, они бы давно вымерли, не размножившись до такого числа. Но опять же не это волнует автора, а автора волнует необходимость показать большое количество людей, большое, много было этих людей. И вот множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. Снова вот для поэтичности еще и скот приплели, и в тот момент очевидно совершенно, что это отголоски очень архаичной культуры, где между жизнью человека и скота не так велика разница. Это не экклезиастовы слова участь человека, участь скотов одна. Нет, до экклезиаста еще тысяча лет. Нет, это еще раз повторю, некоторые всплывающие воспоминания об очень древних, очень древних, прямо таки чуть недопотопных, ну или скажем, вскоре послепотопных. верований, что живые существа очень близки друг с другом. И да, поэтому невозможно просто перечислить людей, которые вышли, но еще и скот, который вышел вместе с ними. для нас это просто деталь, а для тогдашнего читателя это, если хотите, объяснение того всем очевидного факта, что жизнь человека может быть выкуплена жизнью животного, что вместо жертвоприношения или приношения Богу своей жизни человек может заменить себя, выкупить себя жертвой животного. Нам очень трудно представить себе это, просто потому, что у нас нет ни этой практики, к счастью, ни этих архаичных представлений, но тем не менее, вот упоминание здесь крупного и мелкого скота стада весьма большого чрезвычайно важно, оно объясняет, почему эти люди вообще практикуют жертвоприношения, как сам Господь скажет через пророков, в частности, через Исаев Иерусалимского, для чего мне все эти вот дым горящего жира от ваших жертвоприношений. А дело в том, что совсем древние, совсем древние люди считали, что это практически взаимозаменимые вещи, жизнь человека и жизнь скота. Поэтому если считают, то считают и тех, и других. Или как в Евангелии сам из него пил, и дети его, и скот его. Чего бы приплетать скот? вот того. Ну вот, множество разноплеменных людей вышли с ними. Собственно говоря, они тоже потом становятся частью народа Божьего. И испекли они пресные лепешки, потому что не могли медлить и пищи не могли приготовить на дорогу. И далее автор сообщает, что 430 лет были рабами, обитали в Египте, и вот вышло все ополчение Господне. это ночь это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. То есть, ночь, когда люди не спят, а думают об этом избавлении, о исходе и о Боге, который это сделал, и благодаря Бога. И, наконец, последняя часть этой главы тоже очень на самом деле важная и тоже совершенно анахронистичная по отношению к рассказу в целом. Здесь Господь говорит Моисею Аврааму о том, как быть с Пасхой, вернее, с Агнзом Пасхальным в случае, если есть и наплеменники. Никакой наплеменник не должен есть ее, раб, купленный за серебро или там кто-то еще или пришелец, ты должен его обрезать, тогда может есть его. Заметьте, что здесь речь идет о вступлении в завет, о том, что обрезание делает человека участником исхода, и он может есть Пасху и благодарить Бога за исход, если он принимает обрезание, вне зависимости от того, кто он по национальности, по генетически, генетически определенной этничности своей. Вот это также с вариациями повторяется дальше. поселенница наемник не должен есть ее, а если поселится у тебя пришелец, имеется в виду не тот, который с летающей тарелки, зеленый человечек, а иноплеменник, который пришел в эту землю, если поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху, дай ему обрезание ему и всем мужскому полу. И один закон будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. Во-первых, это касается Пасхи, участие в этом акте воспоминания спасения Завета определяется вероисповедными, а не этническими признаками. Еще раз повторю, вероисповедные, а не этнические признаки определяют доступ людей к празднованию Исхода, к празднованию Пасхи Господней. И неважно, из какой национальности, из какого этноса происходит человек, а важно, принимает он Завет или нет. Во Христе нет ни Эллина, ни Иудея. Такова окончательная форма этой идеи, которая будет сформулирована апостолом Павлом, но в целом Ветхий Завет об этом говорит много, в том числе и здесь. Очень важное правило. К эпохе Нового Завета практически забытое. Практически забытое. И в послепленные времена мы увидим драматические коллизии, связанные с межплеменными браками, с иноплеменными женами, с требованием от левитов левитской чистоты. Стало быть, женить бы только на дочерях колено левийно, и попытки распространить это правило на весь Израиль, и вот все то, что в конечном итоге формирует этническую замкнутость, даже в каком-то смысле объяснимую в языческом мире, но те древние предания, которые легли в основу текста исхода, этой этнической замкнутости не предполагают, не предполагают. И собственно на этом 12 глава завершается формально, по крайней мере, потому что ее текст и нарратив также этой главы плавно переходят в следующую 13-ю. текст